Всех приветствую! Сегодня снова небольшое дополнение. По сути дела, этот обзор можно и не делать, потому что абсолютно всё идёт по плану, всё как нужно. Во-первых, биткоин сходил вверх, пробил то, что нужно, вершину, соответственно, всё. Фигура почти дорисована, тут уже такие конечные диагонали идут, поэтому жду большую коррекцию, как минимум. Тут единственное, что дополнение какое, а эфир-то ещё не пробил хаи, поэтому всё-таки могут дорисовать, судя по альтам. Любой биток у боковика, альт и вверх, но пока что на эфире подтверждения падения нет. Если только он, конечно, дорисует этот импульс, выходной большой, тогда да. Но, во всякий случай, я уже шарчу и это дело, и биток, соответственно, будем смотреть, потому что Ripple всё, уже выполнил цель. Здесь похоже на импульс, то есть 1, 2, 3, 4, 5 и, в принципе, всё. То есть тут уже можно падать и падать, а куда? На середину треугольника, то есть на 1.15 как минимум. Поэтому не советую криптопокупать вообще никак, ни в коем разе, потому что всё, уже пятые волны везде, вот уже всё сползает вниз. Тут тоже импульс дорисован. Это будет чудо, если ещё криптор особенно вид хай. Но это максимум один раз, больше этого просто не видно. Почему ещё думаю, что обвал? Потому что индекс доллара проснулся. Пошёл он в отскок, то есть тут особо ничего не меняется. Жду повыше. Соответственно, акции тоже дорисовали практически фигуру. Всё, вчера был выходной, ничего интересного не было. В принципе, им достаточно просто вот чуток зацепить вот эти хаи, и можно падать. И когда акции полетят, крипта обычно этого не выдерживает никак вообще. Поэтому вот жду всех в рынке, все коррекции. По фунту тоже такая штука рисуется, что мы опять пытаемся попасть вот под трендовую. И, скорее всего, мы-то её пройдём, потому что тут был такой двойной отскок. И все думают, ну всё, это закрепление выше трендовое, типа туда. А не факт, а не факт, могут слить и легко. Это все графические анализы, они обычно не работают. Поэтому жду всё-таки роста доллара. Что ещё подтверждает это? Это то, что рубль. Рубль наконец-то пошёл. Куда надо, вот эти сопли не смотрите, их не было на самом деле. То есть собрали мы здесь ликвидность, как я говорил. Вот они два хвоста. Соответственно, всё, пойдём вверх. Куда вверх, очень высоко походу. Потому что я думаю, что это будет аж вот так вот, размашисто. Второй вариант, что всё-таки вот так как-то. И куда именно, да, 74-й-то точно. Поэтому кто ещё в рублях, вот советую менять на баксе, скажем так. Потому что 76-й вполне вероятно. Есть вариант, что это вообще такой треугольник большущий. Я даже сейчас покажу. Который просто расширил свою волну внутреннюю. Вот здесь. И она вообще прямо вот туда на хаи полетит. То есть тут вообще страшное дело на самом деле. То есть это вот типа большая А была. Это большая Б. Это большая С. Какая-нибудь Д, Е. И туда прямо летит. Ну не знаю. То есть это примерно вот так выглядит. Ну конечно, это страшная фигура. Но вряд ли она сработает, скажем так. Пока для этого причин нет. Но рубль всё равно пойдёт сюда. В конце концов на 86. Даже ещё выше там. Надо дальше смотреть. Так что не советую в рублях сидеть. Тут такие фигуры интересные. Что самое худшее, что может быть для доллара против рубля. Это вот так. Самое худшее. Поэтому вот смотрим, ждём. Пока вот такие вот идеи. Ну и советую в рублях сидеть. То есть доллар может показать какую-то силу. Почему так думаю? Потому что сами посмотрите. Вот тут укатывали, укатывали, укатывали. И он так чуть-чуть подскакивал. И типа всё что ли. Ну я думаю, что тут может быть всякие штуки. Потому что мне не нравится вот это всё зигзагообразное. И падение тоже зигзагообразное. Поэтому могут как биток вот ещё так возить как-нибудь. Потом только упасть. Или вообще может быть вариант, который вообще никто не рисует. С начальной диагональю. Но это нужно замерять, конечно. Но пока что я думаю, что тут хватит. То есть я не думаю, что эта волна будет короче, чем вот эта. Да, ну очень надо посмотреть. Но есть вот такой хитрый вариант. Он пока такой сумасшедший. Скажем так, самый обычный вариант для бакса. Но если он сработает, я не удивлюсь. То есть есть и похуже даже варианты. Есть даже, наверное, может вариант с заходными. Просто тут многие волновики, например, не учитывают, что тут могло быть в течение пятой волны и в принципе всё. То есть как с битком по 30 тысяч. Если помните, он дошёл сюда, не пробил. И как помотал. И он уже биток где-то, грубо говоря, здесь. А почему бы доллар так не сделать? Поэтому очень-очень осторожно. Будьте с валютами. Могут слить, как нельзя делать. Легко. Но опять же, будет это подтверждение, когда? Когда тут заходные будут с коррекциями. То есть пока что можно сидеть в долларе. Но всё-таки надо учитывать, что либо эту коррекцию пошире сделают, либо вообще пойдём вот эти днища убивать. Но поскольку этот вариант такой самый ходовой. И вообще практически никто не рисует вот так. Вообще никто. То почему бы его не нарисовать? Такой вариант есть, но он, конечно, корявый. Нужно усечения здесь поставить. Наверное. Ну, короче, это всё пока выдумки такие. Но что-то я думаю, что это честно интуитивно, что доллар может силу показать. Судя по рублю. И судя по тому, что акции там на исторических хаях диких совершенно. И судя по тому, что биток может на 17 тысяч сходить. Вполне реально всё это дело. Поэтому очень осторожнее будьте со всеми рынками сейчас. Сейчас такой критический момент, что могут укатать вообще всё, что угодно. Поэтому не советую сейчас сильно куда-то лезть. Скажем так, какие-то активы. А в долларах пересидеть или же вообще шортить. Пока вот такие вот у меня идеи. И посмотрим, что будет дальше. Но походу сейчас похоже всё на разворот. Так что ждём и до следующей встречи. Субтитры подогнал «Симон»